Назвали ураган Юлия. У меня безглютеновый хлеб, у Максима... Глютеновый. Да, по-моему, с каждой технице он намного лучше играл, чем она. Ну, какая милашка. Мне сделали смузи, но, похоже, придется есть его ложкой, получилось густовато. А сегодня Аня начинает уже новую картину. Привет, мам! Привет, привет! Вы все снимаете? Все, снимаем. Привет всем, это А плюс М, и это наш второй февральский влог. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это. Сегодня приятная погодка с утра, а позавчера был страшный враган. По всему городу падали деревья. Ему даже зачем-то дали имя. Назвали ураган Юлия. А у нашей соседки сверху полотенце плейбой. только на завтрак у нас гречечка с молоком из миндального ореха. На довивание красок сейчас она будет рисовать. А вот такой у нее мольбертик. установили вот такой вот огромный холст Итак, начинаем рисовать. Холст достаточно большой, поэтому дотягивать куда-то сложно. У меня вот такие связанные скотчем кисточки и вот так я справляюсь с рисованием А если надо дотянуться, например, до противоположного края, то у меня холст переворачивают на другую сторону Присую я в основном левой рукой, потому что право у меня плохо работает после операции, так до сих пор и не восстановилась, хотя прошло уже 4 года Ничего, обязательно установится Да, я надеюсь Ну я левой рукой так привыкла, что нормально Они умеют обеими руками одинаково хорошо А еще я умею писать обеими руками Они там рисуют А я тоже тут работаю на своем рабочем месте Пишу текст для одной группы ВКонтакте, где нас обещали опубликовать Попиваю свое смузи Фокус на смузи, пожалуйста Там помыла Листья салата И груша А это моя новая клавиатура Она такая беленькая, компактненькая Фирма Genius На самом деле, моя старая клавиатура была тоже еще вполне себе рабочей, но у нее стало плохо нажиматься клавиша Ctrl, которая очень важна И еще на черной клавиатуре, на которой буквы темно-красного цвета, эти буквы очень плохо видно в темноте А здесь, на беленькой, в потемках, как раз все замечательно видно И торжественный момент Аня закончила свою большую работу Размером она полтора метра на один метр И, Аня, что это за картина? Это картина в стиле экспрессионизм Меня возглавил один художник, которого зовут Эмиль Нольдер Если вам это очень-то говорить А тот, кто хорошо работает, тот и хорошо ест Поэтому мы готовы немножечко пообедать Что у нас тут, Аня? У нас, я не знаю, как это сказать, каша из красной фасоли Я бы это назвал, назвал бы это одесским словом хумус Хумус же или... А, не хумус, а хумус Не хумус, а хумус А, цимис, цимис из фасоли Да, хумус из гороха, а цимис из фасоли Ну и хлеб У меня безглютеновый хлеб У Максима... Глютеновый Вроде недавно обедали, а тут уже и ужин подкрался На ужин у нас салатик и красная рыбка Сейчас вот два кушаем и посмотрим киношку на нашем телеке Посмотрели фильм «Брачная история» Фильм очень понравился Он очень глубокий, жизненный Потрясающая игра актеров Вообще я очень люблю драмы Люблю наблюдать за тем, как развиваются отношения героев Ставить себя на их место, угадывать их чувства И следить за хорошей игрой Да, мы хотели посмотреть этот фильм Потому что он получил Оскара за, по-моему, лучшую женскую роль второго плана И это фильм, в котором сыграл тот актер, который играл в «Звездных войнах» новых Такого злодея Ну, в общем, хотелось посмотреть, как он играет в более серьезном кино А еще та актриса, которая играла в «Твин Пикс» Это она получила роль второго плана Ну, в новом «Твин Пиксе» 2017 года Кстати, в нашем прошлом влоге мы рассказывали немножечко про то, как смотрели сериал «Твин Пикс» И, да, фильм действительно очень стоящий Ты знаешь, я, правда, не уверен, действительно ли так уж достойна была эта актриса именно Оскара за именно эту роль Да, по-моему, Скарлетт Йоханссон намного лучше играла, чем она Да, но Скарлетт Йоханссон ничего не получила Она получала уже свое, наверное Она свое уже наполучала Свою порцию из татуэток золотых Да, действительно, она сыграла очень хорошо, очень сильно И, мне кажется, наверное, это первый вообще фильм с Оскарлетт Йоханссон, где я видел у нее именно такую сильную драматическую игру И, да, действительно, этот актер Драйвер фамилия, да, а зовут, я не помню, какое у него имя Адам, по-моему Адам Драйвер, да, он тоже актер довольно сильный, драматический И тоже очень хорошо сыграл ряд сцен таких очень мощных в этом фильме Еще мне нравится в этом фильме то, что эта бреда бедрама, но она не оставляет каких-то негативных ощущений, а наоборот, такую даже просто легкая печаль от того, что такое бывает в жизни Но даже есть что-то позитивное в этом Да, и фильм, кстати, премьера этого фильма была на Венецианском кинофестивале, то есть там, где показывают кино авторское, артхаусное Но, и, кстати, когда была там сцена, где он что-то поет в баре, мне показалось, что вот, наверное, сейчас он закончится И, как и многие авторские фильмы, оставит немножко осадок, какой-то неразрешимости Но в итоге, да, он закончился все-таки как более традиционное кино С такой, как бы, более оптимистической ноткой в итоге И да, и даже в этом смысле фильм, в общем, оказался хорош Ну, уже начало 12-го, поясненько, мы будем ложиться спать Не уверены, что влог именно закончится в этом месте, может быть, мы еще в ближайшие дни что-нибудь доснимем Завтра планируем рисовать, может быть, эскизы к новой работе, а, может быть, начну новую работу Посмотрим Спокойной ночи Аня собирается по делам А мне нужно перефотографировать ее работы для одного онлайн-училища художественного, в котором она дистанционно учится Это такое неофициальное онлайн-училище на платформе сети ВКонтакте, в котором преподает настоящий Настоящий преподаватель из настоящего художественного училища Аня собирается перейти там уже на третий курс Вот такая вот драпировочка чудесная Идем в кафе выбирать маленькую на ее день рождения На ее юбилей А вот так, кстати, выглядит тот самый набор, который Анечка связала сама Шапочка и снудик, о котором мы вам рассказывали в нашем прошлом влоге Ссылка на него, кстати, в углу экрана Ну, какая милашка Нет, тут только женщины И вот она, Аня, объясни Тут она сидит Тут она что-то делает Тут она вот идет Тут она вот в силуэт Там, да А то женщину и мужчину я вижу Слева женщина Мужчина рядом А она розовая Он коричневый Да Я правильно объяснила? Ну что? Я, значит, вижу Вот мужик и женщина Она его обнимает одной рукой правой Да Аня на маму Проводят моей маме экскурсию Плю психанула По Аниным картинам И пошла искать, понимаешь? И нашла Как-то так Тут каждый, кто что хочет, то и видит, понимаешь? Кто на каждом, как в жизни, да? Все на каждом, на разных каких-то этапах Аня тут смузи пьет Да Аня там пьет смузи Привет, Анюта Здравствуйте Привет Привет Мы тут Максимом по смузи ударяем Привет, мам Привет 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 Вы все снимаете? Все снимаем Теперь Теперь Вас тоже по телевидению покажут Мне сделали смузи, но, похоже, придется есть его ложкой И получилось густовато Тут, кажется, банан Яблоко Вот как устроено наше онлайн училище Вот группа ВКонтакте Люди публикуют посты со своими заданиями, которые они выполнили для того, чтобы преподаватель их рассматривал Тут у каждого есть свой личный хэштег, благодаря которому преподаватель отслеживает прогресс ученика Вот, кстати, мой пост, который я буквально час назад опубликовала Тут у меня натюрмортики Вот декоративный натюрморт Тут, кстати, всегда в кадр попадает моя кошка Она у меня просто неизменный участник моих натюрмортов И я на самом деле очень счастлива, потому что преподаватель одобрил все мои задания И вот, посмотрите, он сказал, что мне можно переходить в третий класс Наконец-то Я, кстати, первый класс, ну там вообще 9 классов Первый класс я очень долго проходила, пока выполняла все задания Ну, мне просто некогда, я на самом деле не очень много этому уделяю Вот, но я в этот год, наверное, проходила второй класс, я прошла вот за несколько месяцев Третий, надеюсь, пройти еще быстрее Третий ты пройдешь за один месяц Четвертый за неделю, пятый за день, ну и там, в общем, все полетит Да, круто, третий класс, наконец-то Аня, наконец-то в третьем курсе В третьем курсе Ура! На самом деле, я год назад закончила, год назад или два года назад, закончила университет Я уже не помню, наверное Я сама не помню Наверное, полтора Да, но это было весной, значит, два года назад Вот, но у меня все равно пробел в академическом образовании, поскольку я не посещала занятия очно Я училась дистанционно в другом городе И, ну, есть просто А еще университет был больше с педагогическим уклоном Да, с педагогическим уклоном И я просто замечаю, что у меня есть небольшие пробелы, которые Нужно заполнить Но в основном рисование это все-таки больше тренировки, правильно? Ну, это не теория Поэтому нужно просто тренироваться И вот, чтобы себя так кто-то направлял Кстати, это Я уже читаю программу за третий класс Что мне тут предстоит? Завтра уже планирую начать с новыми силами А у меня появится интерьер Это интересно Я, кстати, интерьеры никогда не рисовала Это будет что-то новенькое для меня Только экстерьеры? Только экстерьеры В виде пейзажа Интересно, что у меня А, рисование черепа Отлично Ну, череп я уже давно знаю Как рисовать всю эту структуру скелета Сколько уж черепов ты, Аня, перерисовала? Ой, сколько я их в университете перерисовала На повторение мать учения Аня, ты рисовала бедного Йорика? Да А сегодня Аня начинает уже новую картину Новый день, новая работа Я хотела сказать, что в студии Анны Ли производство кипит О, кипит не то слово А тут палитр, красочки, разбавитель А вон там вот эскиз Что-то такое должно получиться Этот эскиз я нарисовала раньше Это работа из моей будущей Новой серии экспрессионистической Вчера мы зашли на YouTube посмотреть Новый ролик от одного влогера Точнее сказать, от влогерши Ее зовут Елена И она снимает такие интересные Довольно качественно сделанные влоги О себе и о своем сыночке Которого зовут Виталик И у него точно такая же болезнь, как у Ани Такой же диагноз А у нас с Аней диагнозы немного разные Но тоже из одной группы болезней И мы заходим И смотрим У нас в углу экрана Начинают появляться подписчик 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 Не можем понять, что происходит И тут видим, что в ролике Елены В ее влоге Она решила порекомендовать Несколько каналов Тоже по тематике Люди, которые чем-то болеют И среди этих каналов Рекомендованных Был и наш И благодаря ей у нас Начали прибавляться подписчики Люди стали смотреть трейлер нашего канала Также последний ролик наш И это было очень приятно И неожиданно Мы очень благодарны Елене За то, что она сделала Мы с ней общались На тему тренажера Я увидела, как ее сыночек Виталик занимается на тренажере И мне стало любопытно Я ее спросила Что это за тренажер Да, мы написали ей ВКонтакте Я даже не говорила Ничего про наш канал И тут она сама нашла Увидела Мы даже ничего не знали Так приятно, когда Люди вот просто По своей собственной инициативе Помогают Это, ну Это огромное великодушие Это очень здорово Да, спасибо большое Мы очень благодарны Елене И очень тронуты этим А ее канал Можете посмотреть Если вы его не видели Очень хороший И очень интересный Ссылку мы оставим в описании Ну и мы, наверное, закончим наш влог на этом Будем уже монтировать И снимать дальше новые влоги В новых видео Обязательно подписывайтесь Ставьте палец вверх И до встречи в новых видео Да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»